Продолжаем информбюро. Казахстанские хирурги призывают не бояться изменений в новом кодексе о здоровье. А именно положение об изъятии по умолчанию донорских органов в случае смерти. Эта норма есть и в действующем законе. Важно понять, это шанс на жизнь для кого-то. Почти 7 лет, как Эльмира Ибрагимова живет с пересаженной почкой. Вторую жизнь ей подарила сестра. Если бы у меня была такая возможность, если даже сейчас от меня после моей смерти чем-то я могу послужить, то я только за. Граждан, которые живут с пересаженными почками, в Казахстане около тысячи. Еще более пяти тысяч пациентов находятся на поддержании гемодиализом. Из них более двух с половиной тысяч нуждаются в пересадке. Не дожидаясь своего донора, ежегодно умирают около ста человек. Улучшение этой ситуации врачи ведут в разрешении на посмертное донорство в нашей стране. Ранее группа активистов выступила с петицией против принятия статьи в новом кодексе здоровья. Больше 80% после трансплантации печени, почек, сердца чувствуют себя абсолютно нормально. Некоторые создают семи, рожают. То есть полноценные члены нашего общества. Председатель Республиканского общественного объединения СИНЭМ предлагает перенять опыт Белоруссии. Пишет отказ. Все не согласен. Все. Он за себя как бы открестился. Все. Но если коснется какая-то беда, которая коснулась нас, то он у государства помощи не перебегает. Он должен купить у государства донора. Вот это будет более правильный подход. Кодекс о здоровье на рассмотрении в Мажелесе. Если его примут, будут решать, где и как граждане при жизни могут выразить свое несогласие на изъятие органов. Все заявления внесут в базу данных. Врачи после смерти человека смогут узнать, разрешает ли он использовать его органы для спасения других жизней или нет. Мадина Сюбаева, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы.